Гороси разлетались. Целый день галдели тут, пока мы кололи дрова тут в Курщино. Сядут на деревьях и галдят. Что-то у них там совет какой-то тоже свой птичий. За кого голосует, кого выбирает, непонятно. Вот здесь вот мы слава богу уже подходим к концу. Сейчас вот я примерно скажу сколько времени. Уже к восьми время, оказывается, подходит. Вот братья уже тут тоже сейчас доколют. Время восемь часов, братья. Да, слава богу. Вот такая у нас кучка получилась из осины. Вот и вот там береза еще. Кучка тоже. Отдельно. Осина вязкая, да, много сил потратить на нее. Чурки-то небольшие сами по себе, а вот она обманчива получается. С шинами кололи. Шины очень хорошо помогают. Лишний раз не наклоняешь в поясницу, и так будет потом напряжена болеть. Дождик еще иногда. Ну дождик-то это ладно, что там. Десять минут потратили. Мне здесь побольше. Вот Алексей Семенович, к сожалению, сейчас не сможет подъехать, потому что он там приболел. Вот ему это. Сейчас к нему заедем, доколем с Божьей помощью и поедем к нему уже. Вот так вот, слава богу, что мы Господь милостив в данном сил, здоровья, разумения во всем, слава богу. Поговорили. Конечно, разные темы были и духовные, и различные. Ну вот так вот, с Божьей помощью все. Вон коровки возвращаются тоже деревенские у них. Вот такой вот домик тут у Семена, у отца Алексея Семеновича. Это, видимо, у них времянка такая небольшая. Да, хорошо размялись сегодня, слава богу. Володя, ты подними их воздушь. Алло, грачей? Не знаю, крикни что-нибудь. Да-да, крикни. Это надо что-то в них запустить, чтобы они поднялись. Из рогатки стреляли. Из рогатки. Прощи. Да, красиво было, я немножко не успел заснять, они поднялись в всей стае. Сейчас заново все сели на деревья. Так красиво жрельщик будет, как они поднимаются в всей стае. Я не знаю, сколько их там, тысяча может. Несколько сотен точно. Да, конечно. Ну да, приближенно к тысяче, потому что их там много. Все эти тополя заполонили своим присутствием. Вот так вот, слава богу за все. Это Игнатий Иванович призывает их вместо уток, да? Да. Слава богу за все. Кто-то стучит, кто-то стучит. Дух не смолкай, ни душе не начас. Кто-то стучит, стучит. Этот спаситель у двери стоит. Кротко стучит, нежно стучит. Дверь я твой, он не дух исцелит. Снова Христом стучит. Эй, жир. Так, что-то мы тут не ехали. Да, там я не ехал. А, братья. Ты начал по полю ехать, так и поехал по полю. А, дорога левее, да? Да, дорога левее. Привет вам, Христово, цветущие бельки, знаешь? Слава, вечная слава, слава Христу, слава Христу. Вечная Слава, Вечная Слава, Вечная Слава, Слава Христу. Вечная Слава, Вечная Слава, Вечная Слава, Вечная Слава, Слава Христу, Слава Христу. Вечная Слава, Вечная Слава, Вечная Слава, Слава Христу. Прославленный, Сладственный Божий Сын, Христос Господь в небе нас ждет, в небе нас ждет вечное сна. Нет, нет, нет. Дождь прошел тут хорошо, да? Мотает. Мотает машину. А у нас, главное, там дождь тоже хорошо прошел, однако дорога засухая. Я могу богослужебное, богослужебное, достойное есть петь. Давай. Такое, знаешь, староапряческое, что ли, где-то. Давай. Достойно есть якова истину. Плажите Тя Богу, Родицу. Призноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего. Нашего честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим. Безыстление Бога злого Родшую, сущую Богородицу. Тя величаем, величаем. Это царя Федора. Тихо, брат, смотри, чтоб не стащило. Там будет сложнее выкарабкаться. Почекунь, тихо. Что там, у тебя какая-то скорость же есть такая? Да. Что там? Говорил? Да. Ну, конечно. Повторяется. Надо будет передать. Единородный Сыне и Слове Божьей. Красный Тест. Красиво. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 И не раздельный Просто знаешь, что у православных нет такой культуры, чтобы, вот если собираемся, мы поем песни мирские, как правило, понимаешь, вот застолье даже есть, я помню, какие-то песни такие, вот христианского нету, нету, мало, очень мало, но есть там, там слово «Мама дорогой», ну что это, ну вроде христианское. Знаешь здесь такая песня? Нет. Очень хорошая, кстати. Там еще что-нибудь, ну а в основном там, потом на мирское все вообще переходит, там конь, конь, там вот это все, про коня. Вы до ночи спорили. Ну да, да, да. Все вот это. А вот такой вот, как вы вот поете, вот такого, ну я вообще не слышал, именно в среде православных. Мы пили по песеням. Господи, помилуй, боли болит еще, чтобы проехал. Самый опасный участок здесь. На траву будешь уезжать, да? Нет, еще шутишь. Нельзя. Потому что ни справа, ни слева нет места. То есть там сразу... Нет, чуть-чуть там может. А, нет. Здесь проезжай, проезжай. Тут ямка как бы. Вот там дальше серьезнее. А что, мы уже в мостик? Ну, проезжаем второй этап, да. Второй мостик. Да, да, вон есть. Что, не узнаешь сейчас? Уже вот там откос большой. Тут дождик и серьезно прошел. Слава Богу. Вот Игорь что-то пел. Ну и трудно с первого раза запомнить напев там. Это практика какая-то в любом. А кто у вас больше всего знает напевок? Еще знаешь, хочется оригинальных напевок. Не то, что знаешь, вот есть какая-то мирская песня, например. Они берут мелодию с этой песни, вырывают. И стихи какие-то вот такие. А что, мне вот понравилось? У Виктора вот мне понравилось. Оригинальный, да, у него напевок? Золотая осень. Вот, например, он берет этот ДТТ. Не знаю, нет. Мне вот это никак не ложится на душу. Я потому что знаю, что уже пели какие-то другие слова. И тут опять... Я тоже знаю. Не, я не могу воспринимать. Не воспринимаю. А вот где оригинальное вот им сочиненное. Вот мне нравится. Ну много же вот на костре-то он поет. Хорошо такое. Вот подъезжаем к первому мостику. Вот наши перила покрашенные под флаг российский. Сейчас тут не разберешь. Видно почему красно-белый. Красно-синий, красно-синий. Смотри, какая лужица. Снимай красно-бело-синий. Ну да, видно. Вот сейчас видно. А, отражение идет. Да, сколько трусов здесь. Ну ты знаешь, какая благодать. Раз и пролетели. А тут по суше вроде, да? Или было тоже? Будет, его тоже видишь. По газу. По газу. Ты уже инструктором, да? Ты уже инструктором. Два дня промучился и все. Я сегодня на машине проехал. С божьей помощью, конечно. Я сейчас не знаю. Ну да. Который кастер. Который кастер. И новый мир в прекрасной отзыве, Которым радостью без конца. Вот под путником и снова он из него в пути. Согрей его и обозрел. Скажи, что не покинет его вечный год. За свет и солнцем ты видишь. Гори огонь, зима горит. Воспоминять с собой холодные сердца. И новый путь прекрасный отзарит. Которым радостью без конца. А если путь не вдруг сойдет с того пути, Который радостью ведет, То ты в него и огонь не зажги, Чтобы он смог тот путь найти. Гори огонь, гори огонь, Всегда гори, всегда гори, Воспоминяй с собой холодные сердца. И новый мир в прекрасной отзарит. Которым радостью без конца. Которым счастьем всегда. Да, был дождик. Такая мажорная песня. Ты бы, Володя, по такой дороге не проехал бы. Лежали бы где-нибудь на озере. Сейчас договоришься, Дядь Сережа есть потихонечку? На втором мостике точно бы лежали бы. На дне уже, в озеро там. Туда нашего. А еще какие есть? Вот, вон, что-то тюшел. А, это вот, гори костер. А вот только спит. Нет, гори огонь. Гори огонь. Гори огонь. Когда костер горит у нас, Из ямы дым столбом опять клубнится. Куда у него была хорошая. Тоже музыка хорошая. Мы споем, как наш спаситель, Дивна спас. Наша радость отражается на лицах. Вон надпись. Открытие 20 километров. Курить запрещено. Вот нашего брата Игоря Барабаша стоит техника. У него свет, свет горит тут в окнах. В ванной свете. Вот в нашей деревне огни непогашены. Интересно, этот, как он, Фотограф-то сделал, Вологуев. Снимок хороший у него есть. Он с улицы фотографировал, Убачкин дом, когда в темноте у него светится весь. Очень красивый снег. А есть песня про Потеряев? Есть. Ветя хороший. А у него частушки хорошие у него такие. Задорные получается. Получились у него. Ну вы не помните, да? Ну я не помню. Да, слава богу, мы дома. Проделали я в это, братья Игоря. Проделали я в это, братья Игоря. 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 Ну как пропустить фрагмент братьев, возвратишься ночью? Сидел. Сидел очень гадан. О, слава богу. Давайте скорее, вовлажьте. А вы свет-то включите? Где? Тут-то у вас. А я не знаю куда. Сидел. Вот это вот? Да, вот это. Нажмите. Право. Вот он. Всё. Ну ещё. Добрый. Добрый. Испугались от дождя-то? Да нет. Слава богу. Нормально. Всё закончили? Да? Он доволен? Да. Да. Так. У меня ножки барани были. А я в обед ещё по ножке дал. Сегодня 27 апрель. Августа 2018 года. Володя Пащенко, Сергей Купков, Виталий Калиников поехали в Корчино помогать инвалиду. Дрова колоть. Вот весь день кололи, ещё, говорят, не успели и ещё остаёмся. И сейчас выезжают. Позвонили, говорит, через час. Ну, будут дома-то. Но я поехал тут место, откуда видать бугор. Позвонили. Вот там где-то должна маленечко засветиться. Вот это вот. Эта машина там идёт в темноте. Десятый час, полдесятого. О, всё разгорается, разгорается. А чё я так стоя? Так как она ждать? Ну, я вышел за деревню. И тут стою, жду. Потому что они проезжают. Был второй мостик. Там была прорва шириной метров восемь. И глубиной метра четыре. Теперь всё замазали. И проход свободный, прямо искорченный. Ну, и из урывки прямо к нам. Вот он идёт. Идёт машина. Как сейчас появится здесь напротив. Я постараюсь тут уже в деревне перестрелять их. Вот это пятнышко, а это огонь горит их. А небосвод такой, вот. Чёрное небо. Тут не видать даже вот. Должен быть бывший где лагерь. Ничего не видать. Только небо видать, где проблеск. А там голубой, тёмный. Закат был. Жди дождя. Жди дождя. Там где-то, если бы было видно, то видно было. Огоньки издалека. Элеватор. Ничего нету. Полностью ничего нету. Вот она идёт машина. Заворачивает к второму мостику. Как радостно, что люди все едут и намного короче. Намного-намного. В обратном направлении нужно было ехать и объезжать лага. А сейчас едут сюда и радостно. Вот я ночью тут нынче первый раз вышел. Посмотреть, как он идёт сейчас. Подходит ко второму мостику. Видно отсюда светит Сергей Павлович. Убков за рулём. Тут я, значит, должен их встретить. Они там рубили. А я тут дома остался. Были на богослужение. Завтра успение. Матери Иисуса Христа, Марии. Как написано, приз на Девы Марии Богородицы. Служба длинная была. Батюшка ничего как бы не пропускает. Вот оно гаснет у них там. А почему гаснет? Трава плохо видна и боком машина идёт. Вот кто если смотреть, скажут, а что смотреть-то тут? Эээ, как бы ты работал здесь. Сколько я положил пота, сколько средств угроблено. Вот. А теперь вот машина вышла на Богор. Первому мостику должна быть подходит. А может быть и первый мостик прошла. Не знаю. Сейчас увижу, если она вниз пойдёт ещё вниз. А нет, значит нет. Да похоже она уже идёт по дамбе. По дамбе идёт. Не по дамбе, а по дороге. Нет, это к первому мостику наклоняется. Как сильный свет далёко видно было. Вот сейчас они на первый мостик заходят. Маленько дождь их был. Мы заранее боялись. Думали, придётся газель выгонять и за ними ехать. Поснимал нынче, как горох обрабатывается. Ну, послать мы не успеем. Может только дней, может быть, через 10-15 выйдет этот материал. Вот стою, не отпускаю. Сейчас где-то он должен из-под горы выскочить. Ну, а тут тоже надо успевать, перехватить его. Вот так. Если бы маленько раньше, тут было бы деревья видать. Вот напротив как раз бывший наш лагерь. Детский теперь музей сделанный. Рядом бак воды, аквариум для детей. Там полтора метра на полтора железный бак. Ну, и высота метр, наверное, есть больше. Ну, я когда ловлю, среди гальяна бывают карасики. Туда. И Володя ездит и кормит их. Кашу разную варит. Чего-то задерживается. Значит, боится подняться или что. Спустился на первый мостик. Нету. Нету, это означает глина. Мокрая, он не может подняться. Одна ведущая. Низкая посадка, это не для деревни. Здесь. Если он не может заехать, капут. Среди ночи. Куда, кто пойдет. Придется машину бросать там на дороге. Вот так. Не вылазит. Вот они, они не знают, что я снимаю. Это я небо показываю как. Ну, вот застрял. Видно, застрял, подняться не может. Да какая-то машина, так. По асфальту только ездить. А газель, наши нужды нету. Она идет. Что-то, кажется, поднялся. Слава тебе, Господи. Похоже на трассу выходит. Эту трассу прокладывали в 91-м году. А тут перестройка и все бросили. Довели до нас и бросили. Ну, и она широкая насыпь, хорошая. 10 метров ширины. О-о-о! Вышел, вышел. Вот он, солнышко наше. Вылез. Ну, сейчас я пойду его снимать дома. Сейчас, как напротив будет, я успею, думаю, выскочить. Слава тебе, Господи. Все подробно расспрошу, как там было, что. Накормить их надо сейчас скорее. Время тоже будет 10 часов. Ну, завтра можно тогда этим ребятам-то нашим отдохнуть. На 4.40. Что-то не видно-то из-за кустов. Низинка какая-то или еще. Тут должно быть все время видно. Похоже, из-за крапивы не видать. Как хорошо быть вместе, братьям. Не пойму я, почему их нету-то. Огонек скрылся и нету. Вообще непонятно. Что он там долго-то? А то ли назад поехал объезжать. Нет, вон вроде огонек. Ох, торопится. Гонит. Сейчас он напротив выйдет вот тут. По облакам даже и то уже не видать. Ничего не берется. В темноте. Разгорается огонь. Ну, поворачивать надо мне свои оглобли. Как поработали, узнаем. Ну, главное, что по прямой дороге прошли. А еще задержались. Ну, это уж расскажут нам они. Возьмем интервью у них. Вот, успел я, успел к дому подъехать. И вот они едут, наши братья. Тройка. Ну, куда едут? Сюда даже повернуть. Поворачивать. Вот они. Давай. Снимаю. А я их снимаю, а не меня. Ой. Давайте скорее вылазьтесь. Надо в избу заходить. А вы свет-то включите. Где? Тут-то у вас. А я не знаю куда. Вот это вот. А вот это. Нажмите. Право. Вот оно. Все. Ооо. Ну, еще. Добрый вечер. Добрый. Испугались дождя-то? Да нет. Слава Богу. Ну, все закончили? Да. Он доволен? Да. Да, да. Так. У меня ножки бараньи были. То я в обед и сейчас по ножке дал им. Ну и хорошо. Спаси Христос. Так что и кормить-то тебе можно не кормить сейчас. Дедушка, отец его привет вам передавал. И... Кто Алексей? И... Алексей, его отец, дедушка-то. Семен. Семен Михайлович. Да. И приехала Наталья передает вам тоже. Ооо. Эта дочка... Она нас кормила сегодня. Кормила? Да. Семен Михайлович. Это знаешь, кто такой исправитель-то? Буденный. Он хлеб. Мы его хлеб ели. Он сам пекет хлеб такой вкусный. Ну, хорошо, что печет. С курагой, да? Так, я все сделал. Еще надо сейчас подтопить. Выбери время. Полное ведро. Я посолил. Много просыпалось. Я собирал как бы маленько. Ну, с травой. Траву можно выбрать. Вы заберете камеру-то, да? Камеру-то заберу. А теперь все равно я уже отдал. Все. Это мне не... Ну, я заберу. Давай. Игнать Игоревич. Ай. У вас же на компьютере остались те файлы, да? Обязательно. Ладно. Я думаю, да. Ну, вот мы у вас брали отзывы о собаке. Да, 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 да. А, Игнать Игоревич, дайте мне там забрать надо. Там у меня это... Давай. Зарядное устройство. Зарядное устройство. Это... Я знаешь, как запирает тут? На улице запирает. Здесь вот как. Видал? Да, видел. И на улице также там железяка стоит. Продернута бушко вместо этого. Ключа. Замка. О! Иди сюда. Слава Богу, да. Смотри. Ой, рыжая. Смотри, что у нас тут есть. Так. Во! Видите, какое ведерко? Да, отлично! И там почищено еще есть. Я на рыбу наступил. Ну ладно, не беда, одна рыба на. Опять включилась. Еще раз нажмите. Еще раз. Все. Ну давайте за стол! Да, мы нас покормили. Ну смотрите, я привез по салону. Проспору батюшка дал Прям я у дверей стоял В притворе Так он вышел туда И вынес мне Там уже не хватало Говорит разделишь на троих Я ему сказал, показал Говорю, у меня трое Так, сегодня же это в печку затолкать Никак нельзя держать Ну а там-то еще и чашка Чищенная ванна Внизу Ну что, слава богу Слава богу, да О, вот так О, проспору прислал батюшка Я стоял, он дал Теперь на три части разрезать, братья Это вот наш лагерь Какой был Крест, в какой высоте Волобоев снимал Шалаши И между шалашами Ореяло натянутые Потому что Приезжали с района Много коммунистов Смотрели Это иногда мы закрывались Все на этом Много коммунистов